Состав губернской думы обновился больше чем наполовину. Депутаты успешно прошли избирательные кампании. Всех парламентариев теперь объединяет общая цель повысить уровень и качество жизни в 63 регионе. В первом заседании думы седьмого созыва принял участие Дмитрий Азаров. Губернатор поздравил депутатов с новым статусом и пожелал успешной и плодотворной работы. Если человек хочет, если человек пользуется доверием и поддержкой, неважно какую политическую партию он представляет, он имеет все возможности в Думу избраться. И я думаю, то обновление, которое в Думе прошло, соответствует общественному запросу. Рассчитываю, что будет выстраиваться конструктивная совместная работа по достижению лидерских показателей развития региона. Дума приняла уже и первые важные решения. Путем тайного голосования председателем Думы выбрали Геннадия Котельникова. Его многолетняя разносторонняя деятельность всегда служила на благо развития и процветания Самарской области. Одна из главных задач, моя как председатель Думы, заключается в том, что выстраивать вот эту работу, чтобы она была совместной. Цель должна быть одна и у исполнительной власти, и у законодательной власти. Тем более все депутаты, это же избранники народа, то есть мы даже вот это вот поддержать, общий стремление людей к лучшей жизни. Я голосовал за Геннадия Петровича Котельникова, и я уверен, что он будет не просто депутатом, представителем одной партии, а председателем для всех избранных депутатов, для всех политических объединений, как это было в предыдущих саду. Депутатский корпус пополнился бывшими министрами. Первым вице-спикером областного парламента стала Марина Антимонова. Ранее она занимала должность министра социально-демографической и семейной политики Самарской области. По словам парламентария, опыт в органах исполнительной власти поможет в дальнейшей работе с людьми и общественными организациями. Мы обсудим с председателем, с Геннадьем Петровичем Котельником, и определимся, какие приоритеты он передо мной поставит. Я готова принимать участие в любом направлении. Очень бы хотелось, чтобы депутатский корпус нового состава, седьмого созыва, как можно быстрее сплотился и начал работать конструктивно. Также были избраны еще три заместителя председателя Думы. Ими стали Александр Милеев, Александр Живайкин и Алексей Лескин. Парламентарии вошли в 11 профильных комитетов и избрали своих председателей. Так, комитет Думы по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике возглавил Виктор Кузнецов. Комитет Думы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Владимир Суботин. Комитет Думы по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции Екатерина Кузьмичева. Комитет Думы по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Седухина. Комитет Думы по культуре, спорту, молодежной политике и туризму Елена Крылова. Комитет Думы по местному самоуправлению Геннадий Говорков. Комитет Думы по образованию и науке Светлана Ильина. Комитет Думы по промышленности, предпринимательству, торговле, информационным технологиям и связи Андрей Мурзов. Комитет Думы по сельскому хозяйству и продовольствию Николай Сомов. Комитет Думы по строительству, транспорту и автомобильным дорогам Николай Лядин. Комитет Думы по регламенту Дмитрий Холин. Гульфия Сафина, Мэри Елчан, Василий Колдашов. События.